Олег Машкин, заслуживший спорта, финалист чемпионата мира, чемпион Европы, четвертьфиналист Олимпийских игр и трехкратный чемпион Украины. И хотел бы начать с самого начала, чтобы вы рассказали, откуда вы родом, сколько вам лет и как вы вообще начали занятия боксом. Родом с города Николаева. Родился 30 мая 1979 года. В 1989 году отец в октябре месяце привел меня в секцию бокса, наша спортивная школа Олимпийского резерва в городе Николаеве, в которой я начал тренироваться. И там и закончил свою спортивную карьеру. Первый тренер был у меня Меджидов Сергей Алексеевич. Потом я длительное время работал с уже, к сожалению, покойным Корчинским Сергеем Анатольевичем. Я думаю, вы слышали, знаете такую фамилию. И заканчивал свою спортивную карьеру. И становился чемпионом Европы, вице-чемпионом мира и участником Олимпийских игр. С запорожцем Виктором Константиновичем, который был долгое время директором нашей спортивной школы Олимпийского резерва. Он является чемпионом Советского Союза 1971 года и участником Олимпийских игр 1968 года в Мехико. Так же остановился в четвертьфинале, как и я. Поэтому мы шутили. Мне передалось от моего тренера, поэтому прекратили уступать в четвертьфинале. Кстати, с Сергеем Корчинским я делал с его сыном интервью тоже. Он сейчас в Штатах уже. Да, мы знаем вместе с Сергеем Деревянченко. Расскажите о ваших первых успехах в боксе. В 1995 году проводился чемпионат Европы. Среди юношей до 16 лет он проходил в Турции, в городе Елазик. Это мои были первые официальные соревнования крупного масштаба. Там я выиграл три поединка и стал чемпионом Европы среди юношей. И выполнил нормативы мастера спорта. На следующий год, это был 1996, уже по юниорам, я принимал участие в чемпионате мира среди юниоров. Он проходил в городе Каванна, Куба. И там также достойно выступил, но, к сожалению, в финале уступил кубинцу. Занял второе место и выполнил нормативы мастера спорта международного класса. Потом был чемпионат Европы в 1097 году. Он проходил в городе Бирмингем, Англия. Там я выиграл два поединка. И в четвертьфинале в очень ровном бою. Даже скажу, что многие говорили, что я выиграл этот бой. Проиграл парню из России, из города Омска, Баранов. Имя не помню, фамилию запомнил. И остался без медали, к сожалению. И уже в 1998 году я уже перешел по взрослым. Взрослый бокс. На первой Украине по взрослым выиграл первый бой. Во втором бою проиграл Юрию Нужненко. Это наш также знаменитый боксер, профессионал. Сейчас тренер. Он родом с города Броваров. Киевская. Город Киев. И уже в 1999 году проходила Спартакиада в городе Харькове. Там я занял третье место. В полуфинале тоже, так скажем, уступил. Не уступил, но отдали победу не в ту сторону. Парень заканчивал уже свою спортивную карьеру. Поэтому было так принято решение дать ему закончить на высокой ноте спортивную карьеру. И после этого я попал в сборную команды Украины уже по взрослым. Принял участие в чемпионате мира в Хьюстоне в 1999 году. Там выиграл первый бой у француза. А второй бой проиграл тоже ровненький бой Тимур Гайдалов из России с Дагестаном. А это вы боксировали до 69 килограмм, да? 67. 67, потом перешел в 71 и закончил боксировать в 75. А кто были ваши основные соперники в сборной? Был неплохой парень у нас из Донецка. Сейчас проживает в Америке. Исмаил Сиглок, если помните такого. С ним я тоже делаю. Да, такой тоже хороший парень. Был такие трудные поединки с ним проводил. В 2004 году мы боксировали. Как раз кто поедет на лицензионные турниры отбираться в городе Луцке. Был признан самым лучшим боем на чемпионате Украины. Наш бой. Поэтому там зал стоял на ушах, когда мы боксировали. Я тогда держал победу и поехал отбираться на Олимпийские игры. Ну, к этому мы сейчас еще подойдем. У меня как раз следующий вопрос. Чемпионат Европы 2002 год. Город Перм. Можно ли сказать, что этот чемпионат Европы для вас оказался достаточно легким? Я бы не сказал, что он оказался легким. В первом бою я встречался с боксером Азербайджана, призером Олимпийских игр в Сиднерии. И, в принципе, выиграл у него... Раньше было по правилам, если набираешь 15 очков, была разница, то останавливаю любой виду явного преимущества. Второй бой я боксировал с болгарским боксером, но не сильно известным тоже. В полуфинале я выиграл у Фина и в финале боксировал с Каролем Балжаем из Венгрии. В принципе, да, Европа прошла как бы так легко, хорошо я себя чувствовал, уверенно. И получилось стать чемпионом Европы. Но тут вы уже боксировали в 75. Да, в 75 килограмм. А вес было как? Тяжело делать вам? В то время нет. А вот уже ближе к Олимпийским играм, да, где-то я гонял килограмм 7. Чемпионат мира 2003 в Бангкоке. У вас там 5 боев, 4 победы и финал против известного нам Геннадия Головкина. Расскажите про этот бой вообще. Знали ли вы Геннадия на тот момент? Мы с Геннадием встречались на турнире в Турции, в Стамбуле, тоже в полуфинале. Он только буквально перешел в юниоров, стал чемпионом мира по юниорам. Вот. И мы с ним встретились в полуфинале. Ну и так оказался такой непростой бой. Там тоже у меня появилось какое-то маленькое рассечение. Остановили бой. Вот. Но я потом тренеру сказал, не переживайте, не говорю, на чемпионате мира будет все по-другому. Вот. Ну, на чемпионате мира в финале с ним встретились. Там, да, был пропущенный удар, но там совершенно не было никакой сечки. И я вообще не понимаю, почему был остановлен бой. Дали бы дебоксировать, было бы видно, кто сильнее. Буквально через два дня мы прилетели в Киев, подходили журналисты, брали интервью. Говорят, а где ваша шестойка? А у меня уже ничего практически не было под лазом. Техничный, выносливый, физически очень хорошо подготовлен. Тактический. То есть интересный боксер, с которым интересно боксировать и проводить поединки. Могу сказать вот так. А отличался он от привычных, скажем, казахстанских боксеров, да, которые постоянно на челнеке вот работали? Ну, у него более такая, да. У него манера более такая. Больше прессинговать, обрезать углы. Более такой, более такой физический бокс. Не технический, а обладает хорошим ударом, поэтому этим и пользуется. Какой самый сложный у вас бой был на этом чемпионате мира? Ну, был непростой поединок как раз за медаль с египтянином. Не помню его имя и фамилию. Такой, невысокого роста, закрытый полностью. Редко бьет, постоянно руки держит на голове. Практически надо было постоянно его раскрывать, находить дырки какие-то, чтобы наносить удары. Ну, вот такой был тяжелый бой. Ну, получилось выиграть у него там с нормальным преимуществом. Там каждый свой, каждый бой был по-своему тяжелый. Были в каждом бою есть свои какие-то проблемы. Ну, прям таких тяжелых, прям сказать, что таких тяжелых, невыносимых боев, как бы сказать, что не было. В принципе, бои проходили ровно. Я был хорошо готов, поэтому стабильно себя чувствовал. Пойдемте дальше. Чемпионат Европы, 2004 год, в Хорватии. Да, первый бой сразу Гайдербек Гайдербеков. Расскажите про бой, встречались ли вы раньше и вообще, какой боксер Гайдербек Гайдербеков? Раньше мы с ним не встречались. Боксер довольно-таки интересный, своеобразный. Но я вам скажу тогда, что полностью всей Европейской Федерацией тогда руководили россиянины, ну, россияне, и единственный, кто с Гайдербековым отбоксировал полностью бой, это был я. Все остальные бои он выигрывал с разницей 15-15 очков, то есть он набирал больше 15 очков и бой останавливали. Так же самое он выиграл у хорошего Румына Симеона, так же самое, уже всех не припомню. В финале он выиграл у Лукаса Вилашика, с которым я встречался на Олимпийских играх во втором бою и выиграл у него. То есть он все бои выиграл и до явного преимущества. То есть первый бой, который я боксировал, то есть мы дебоксировали до конца. И мы потом на сборах в заросляке с тренерами пересматривали несколько раз этот бой, и многие тренера сказали, что я этот бой не прогнал. А по делу он выигрывал в 15 очков разницу или все-таки накидывали? Накидывали, потому что каждый удар, который практически там попадал, либо в перчатку, либо в улазь головы, сразу фиксировалось. Вы знаете, тогда была кнопочная система, должны были 4 судей в течение, по-моему, двух секунд нажать одновременно кнопку, и тогда удар засчитывался. Поэтому россиянам туда очень сильно хорошо считали, и им было очень легко боксировать. А где вы завоевали путевку в Афине в 2004 году? В Варшаве, на турнире Феликс Артама. Там разыгрывались путевки? Да, да. Я дошел до финала, и в финале мы должны были боксировать с этим румыном. И тогда, если честно, румыны подошли и говорят, может, вы не будете боксировать? Мы говорим, да не вопрос, не будем боксировать. Они вышли на ринг, фотографировались с какими-то там спонсорами. В принципе, уже этот бой ничего не влиял, мы попали на Олимпиаду, это уже было непринципально. В финале мы с ним не боксировали. Давайте поговорим о вашей Олимпиаде. У меня две победы и одно поражение на Олимпиаде. Первый бой я выиграл у южноафриканца. Кстати, южноафриканец чем-то мне напоминал в силах. Тоже черный, высокий, тоже левша. И примерно в такой же манере боксировал. Вот, и тоже как-то первые два раунда я даже проигрывал. А после меня боксировал мой друг, к сожалению, покойный, Андрей Фитюк. Там через две пары, и он разминался в раздевалке. Там был экран, и он потом уже после боев, потом уже в гостинице, он говорит, я так разминаюсь, смотрю так, первый раунд там проиграл пару очков, второй раунд проигрывает там уже четыре очка. Ну, он думает, ну, говорит, ты знаешь, как я боксирую. Я там первые, вторые раунды так пока там немножко раскачивался, а третий, четвертый уже как бы добирал. Вот, и он так смотрит, говорит, скажет, а не может будет, и скажет, что Пинт в первшем бою проиграл. А потом так смотрит, третий, четвертый раунд там, и я выиграл там где-то, по-моему, 9 очков выиграл у южноафриканца. То есть интересный бой был такой. Ну, и парень неплохой, кстати, ну, для южноафриканского боксера. Мне он понравился. Вот. Второй бой потом я боксировал с Лукасом Вилашиком, который был финалистом чемпионата Европы туда в пуле. С Гайдербековым они в финале боксировали. Ну, тоже неплохой парень, своеобразная такая манера, такая немецкая такая, скрытая такая. Тоже бой так прошел, в принципе, не тяжело. А вот в финале с Таецом Таец такой неудобный, тоже левша, чуть ниже ростом, сидит на задней ноге. Вот. Ну, и тоже, вот, даже, у меня есть даже бой записан, тогда по НТВ показывали, там, русский комментатор, говорит, я не могу понять, говорит, олимпийского этого бокса. Говорит, Машкин в три раза наносит сильнее удар по голове, а Таец еле-еле там передней рукой касается по туловищу. И нам нажимают обоюдно, ему и мне очков. Вот, поэтому судейство там тоже было. Желало оставлять лучшего в этом бою. Но, к сожалению, мы остались без беда. Там в финал случился Гайдербеков с Головкиным. Да. Расскажите про это. На тот момент у Гайдербекова, конечно, был, наверное, самый большой опыт. Он уже был финалистом предыдущей олимпиады. То есть и по годам был старше и меня, и Геннадия Головкина. То есть виден был его опыт. Какие-то такие нестандартные приемы где-то там придержал, где-то обнял. Где-то не давал боксировать в той манере. Но бой, если честно сказать, я не могу сказать, что был такой сильно зрелищный. Я ожидал намного красивее боя финального. Гайдербеков выиграл в этом бою, отдали ему победу. Но выиграл по делу. Да, бой был такой. Я не могу сказать, что там 100% в одну сторону без вопросов. Ну, выиграл, да. То есть нельзя сказать, что там засудили или не засудили. То есть Гайдар выиграл, да. Выиграл этот бой и стал олимпийским чемпионатом. И, Олег, у меня самый главный вопрос. Вот с нашего интервью. 25 лет вам. И вы завершили. Честно скажу, почему. Первая причина. Я устал. На протяжении года я приходил в зал, тренировался, ездил на сборы. Как-то вот не было такого запала. У меня лежало приглашение в универсум бокс, промоушен, в Германию, в Гамбург. И в частых боях у меня происходили какие-то рассечения. Какие-то мелкие, небольшие. Не знаю, чем это связано. Или кожа такая. И как-то я так долго-долго думал, размышлял. И думаю, наверное, хватит. На любительском ринге я провел 330 боев. Где-то плюс-минус. Уже точно под конец. Не мог точно посчитать, сколько точно боев провел. Основная причина устал. И вторая причина уже из-за того, что какие-то происходили нелепые рассечения. А вы знаете, что в профессиональном боксе другие перчатки, и нет шлемов. Поэтому было опасение, что рассечения будут дальше продолжаться. Можно выигрывать бой, а из-за рассечения потом просто остановят бой и отдадут победу в другую сторону. Вы провели 330 боев примерно. Вы делите двух-трех самых сложных соперников в вашей карьере? Я не встречался на официальных чемпионатах Европы и мира, а несколько раз боксировал. Был такой румынский боксер Лучан Бутте, если знаете. Тоже левша, немного выше меня, такой чувствительный. Вот с ним боксировали мы в финале на турнире в Италии. Отдали победу ему 15-13. И где-то мы с ним еще боксировали. Вот я уже не вспомню. Вот с ним были тяжелые бои такие. Ну и наверное с Геннадием Оголовкиным тоже бой оставил такие впечатления. Своеобразные тоже. Я заметил, что вот у украинских боксеров очень много боев. Амаченко 400, вот у вас 300, с кем я делаю еще. У всех так много. Где столько вы проводили этих боев? Сейчас даже, ну как, проводили на турнирах постоянно, на чемпионатах Украины. Ну, смотрите, я занимался боксом получается 16 лет. За 16 лет 330 боев. Давайте посчитаем, поделим на каждый год. В принципе, не так уж и много. 15-16 боев. Например, начиная с того, как я начал заниматься, я первый бой, я проиграл, я помню, 9 бой. Я проиграл, это был, у нас раньше проводился Укрсовет Трудовой резерв, он проходил в Днепропетровске. Первый бой я проиграл в Днепропетровске, я помню. Это был 9-й бой мой по счету. Вот, и практически мы ездили на все соревнования, значит, сборы, то есть по юношам, по юниорам я, в принципе, на Украине никому не проигрывал. Все бои я всегда выигрывал. Был на всех сборах, на всех соревнованиях, официальных там и на турнирах мы ездили. Ездили в Тирасполе на турнир, там в Приднестровье тоже постоянно. Он проводился в конце года. Ну, там и набирали эти бои. Назовите три лучших боксеров Украины за всю историю. Это, само собой, Ломаченко, Усик и Сергей Дзензерук. Ждем этот бой сейчас, все, супертяжелый вес, Усик и Фьюри. Как вы оцениваете этот бой, кого вы видите фаворитом и как может этот бой сложиться? Может сложиться по-разному. Мы увидим, конечно, Александра фаворитом и ждем его победы. Особенно после последнего боя Фьюри, да? Да, да, да. Напоследок пару слов нашим зрителям, которые посмотрят наше интервью. Зрителям пожелаю крепкого здоровья, смотреть интересные бои, болеть за наших украинских боксеров и держать удар. Олег, спасибо вам большое. Было приятно пообщаться, познакомиться. Спасибо большое и вам. Удачи вам. Хороших вам интервью в дальнейшем. Ну и успехов в вашей деятельности. Продолжение следует...